В 21 статье 323 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан РФ предусмотрено право гражданина на выбор медицинской организации и выбор врача. Хотелось бы остановиться на некоторых моментах, которые в практическом выборе, возможно, пригодятся посетителям нашего сайта. Сначала на выборе медицинской организации. Медицинские организации, список медицинских организаций, из которых осуществляется выбор, это организации, осуществляющие первичную медико-санитарную помощь. То есть, в народе это поликлиники, амбулатории. Подается на имя главного врача заявление, либо самим гражданином, либо его представителем законным, в случае, если он не дееспособен или несовершеннолетний гражданин. Руководитель медицинской организации, в которую подано заявление, обязан в двухдневный срок направить по почте, либо по электронной связи, в ту организацию, в которой гражданин наблюдается, запрос о подтверждении информации, указанной в заявлении. Одновременно с получением заявления, новая медицинская организация, я так понимаю, что по должности это удобнее всего. Заместитель главного врача по лечебной части должен разъяснить гражданину, какие врачи осуществляют прием на территории обслуживания их медицинской организации, какая у них нагрузка. Врачи широкого профиля только имеются в виду терапевты, терапевты участковые, педиатры участковые, семейные врачи или врачи широкого профиля и фельдшера. После того, как организация, которая, назовем ее прежней, получила запрос о подтверждении информации, в двухдневный срок она обязана направить в выбранную медицинскую организацию подтверждение этой информации, также по почте или по электронной связи в выбранной медицинской организации после получения подтверждения информации руководитель. На практике, я думаю, руководитель навряд ли будет звонить гражданину, тем более устно встречаться, но по его поручению, скорее всего, один из заместителей это выполнит. То есть, либо устно, либо телефонной связью, либо электронной связью, уведомит гражданина о том, что он принят на обслуживание в новой медицинской организации. После уведомления гражданина в течение трех дней выбранная им организация направляет уведомление в страховую организацию и в прежнюю медицинскую организацию о том, что гражданин принят на медицинское обслуживание в новой медицинской организации. После получения уведомления прежней медицинской организации о приеме гражданина в медицинское обслуживание в новом медицинским учреждениям, руководитель обязан направить в новое медицинское учреждение копию медицинских документов гражданина. Надо заметить, что выбор медицинской организации осуществляется не чаще, чем один раз в год. Если каким-то образом гражданин изменил место жительства и автоматически сменил медицинскую организацию, то это не распространяется на выбор. То есть право выбора у гражданина не теряется. Разъяснять можно таким образом, что новая медицинская организация, если гражданин в ней понял, что медицинское обслуживание его не удовлетворяет. Не мешает ему в течение этого года выбрать другую медицинскую организацию. Главное, чтобы эти медицинские организации были в системе государственной программы бесплатного оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации. В выборе врача надо руководствоваться только именно врачами высшеперечисленных мной специальностей, то есть широкого профиля врачей выбираются. Также не чаще, чем один раз в год. И выбор врача, здесь кроме желания гражданина, оговариваются условия, согласие врача. То есть гражданин первоначально ознакомится с квалификационными характеристиками врача, его деятельностью практической, а также нагрузкой врача как на приеме, так и по приписанным участкам. И если эта информация его удовлетворяет, то он пишет заявление с просьбой о закреплении его за данным доктором. Но окончательным, как вы поняли, является согласие доктора. То есть здесь право гражданина сужено и оговаривается таким серьезным условием. Еще кратенько остановлюсь на специализированной медицинской помощи. Специализированная медицинская помощь также по заявлению гражданина в медицинскую организацию производится. Но перед заявлением гражданина должно сначала быть получено направление от лечащего врача. Лечащий врач, если имеется несколько медицинских организаций, работающих в системе бесплатного оказания медицинской помощи по госгарантиям. Так вот, среди этих медицинских организаций доктор должен сориентировать гражданина, какая организация что из себя представляет и на каких условиях оказывает медицинскую помощь. И только после этого гражданин производит выбор организации и с направлением от лечащего врача в организации принимают его на медицинское обслуживание. Но специализированная медицинская организация, она плановый прием осуществляет, поэтому сроки оказания медицинской помощи в некоторых организациях могут быть больше. Те, которые предусмотрены программой госгарантии, но это уже издержки выбора. Гражданин об этом предупреждается, если на этих условиях его устраивает, то на медицинское обслуживание такая организация по той же схеме принимает его как своего пациента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова